Как говорится, ну что, вздрогнем, други, серьезные вещи. Я как-то перестал какие-то теории рассказывать, какие-то предположения. Вот там живет акула 100 метров величиной, а там какие-то солнцееды, ничего не едят и так далее и тому подобное. Вот мне как-то это перестало интересовать, меня стало интересовать то, что касается моего здоровья, моего благосостояния, моего мировоззрения и, будем говорить, вообще самореализации, насколько это все можно успешно сделать. Вот эти вот вопросы меня интересуют, касаются. Поэтому я как раз вам рассказывал о голодании. И в частности, такой феномен упоминался. Это жор и это перевозбуждение ветра на выходе из голода. И как-то это хотелось бы вам продемонстрировать все довольно-таки наглядно. Потому что наглядность – это лучше всего. И, естественно, показать важность этого момента. И вот как раз Сергей Матвиенко, насколько он так говорил, у него были постоянные запоры. Постоянные запоры. То есть не было стула. И вернуть вот этот вот стул, особенно после голодания, это первостепенная задача. Итак, смотрите, если до голодания. Вот человек до голодания, он практически, смотрите какой, практически внешне. Хорошо выглядит. Все тут нормальненько. Все хорошо. Смотрите, упитанный. Все, лицо гладенько. Все нормально. Казалось бы, вполне здоровый внешний человек. А когда? И вот в организме этого вполне здорового человека, кстати, он тут весил где-то 126 килограмм, а на этой фотке он весит уже 111 килограмм, то есть насколько он был наполнен разного рода химическими шлаками от принятых вот этих вот лекарств, обиталища паразитов. Вот внешне и не скажешь, что с человеком такое может быть. Но мы, значит, вернемся к тому, что со 111 килограмм, когда он в 22-м году начал голодать, он сейчас весит 70 килограмм. Значит, 30, 41, вот 41 килограмм, а то около 42 килограммов слетело. Что это такое было? Это слетела вот вся эта, можно так сказать, химическая пропитанная паразитарная ткань, что и выходят вот эти лекарства вместе с мочой, вы видите, какой осадок, выходят вот эти вот паразиты из кишечника в огромном количестве. И, ну, организм сдал. Значит, сейчас вот идет выход. Задача была, первая задача, это была запустить пищеварение потихоньку, полегоньку, чтобы все это пошло, заработало. Потому что после столь длительного голодания, там где-то около 50 суток, он голодал, насколько так я помню. Так или иначе он голодал, но, как он сказал, голодал, я не следил. Вот. Начинается, значит, выход, и так как у человека были запоры, и будем говорить, слизистая кишечника претерпела изменения, она должна возродиться для того, чтобы начать нормально исполнять свои функции. Даются разного рода рекомендации. До этого я как раз рекомендовал, вот в этом видео нет стула. А теперь вот мы почитаем, что значит перевозбуждение ветра. И если человек эти, как бы сказать, особенности выхода игнорируется, что получается? Итак, Сергей Матвенко пишет. Многоуважаемый Петрович, ваша терпеливая работа со мной не прошла зря. Ваши строгие наставления и многократные их повторения привели к потрясающему положительному результату. Ну ладно, я начал работать со своими психическими состояниями, стал находить причинно-следственные связи своих проблем. Но это хорошо. Это очень хорошо, когда в конце концов до человека ты достучишься и не внушишь ему, а донесешь ту важность, что все начинается с неких причин. И если на эти причины мы начинаем влиять, то естественно мы получаем совершенно иные результаты. Ну что он дальше пишет? Ну о чем я и хотел сказать. Но главное это то, что сегодня 20.02. в 5.30 утра благодаря вашим знаниям я самостоятельно покакал. Есть фото. Фото я не привожу. А теперь вот. Это было похоже на роды. Первая порция была тугая и сухая. Так что в прямом смысле пришлось выковыривать ее пальцем и на тугая была как уроженец. А я же до этого ему говорил, Серджио, надо то-то, то-то делать для смягчения организма. То есть когда человек выходит из голода, то у него нарастают такие вот процессы, как сухость и холод в организме. И в первую очередь сухость и холод вот это в организме сказывается на ампуле прямой кишки, в которой идет всасывание воды из каловых масс. И если там вовремя вот эту сухость не убрать, то естественно каловые массы превращаются в камень. И они просто так самостоятельно не отойдут. И вот что он пишет, сам виловать не ставил сливочное масло в анус 3 дня. Вот как раз вот эти вот свечечки, о которых я вам говорил, они позволяют смазать слизистую прямой кишки, убрать вот эту сухость, и уже не будет такого высыхания. И стол будет более-менее и самостоятельный, и не будет в таком виде. Значит, теперь масло достал, размораживаю и порежу всю пачку на свечи фото. Конечно, я много переедал, но это была растительная пища. А теперь мы говорим о жоре. Я ему как раз и говорил, переедать не надо, потому что организм пытается, вот как бы сказать, потерю веса, сухости и холода восполнить тяжелой, масляной, теплой пищей. Вот знаете, вот просто хочет. И буквально-таки отключается ум человека, вот буквально жрет, 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 пока у него есть место в желудке, потом желудок надулся, складывать некуда, включается мозг, и, о, человек думает, а почему я переел? И начинается в следующем. Так как человек переел, ему тяжело дышать, ему тяжело все это переварить, ему все это тяжело вывести. Вот здесь должен быть самоконтроль. Ну, поедем дальше, поедем дальше. Вот это вот как раз самостоятельный стул. Многоуважаемый Петрович, посмотрите на мой завтрак. Я им сильно наелся. Тыква 203 грамма, сало 63 грамма. Сало можно меньше, я исправлюсь и учту. Тыква сегодня была весь день, много раз, пересмотрел последнее видео и делаю выводы. Итак, если это тыква, то она должна быть в теплом виде. Ее можно перетереть, сделать такое, знаете, типа супика, употреблять. И, естественно, о чем я говорю, что сегодня тыква, допустим, с утра. Завтра на завтрак человек ест кашу. Послезавтра на завтрак человек ест, значит, картошку. После-послезавтра человек может съесть творожка. То есть, чтобы все это как-то крутилось. Это только на один завтрак. То же самое меняется и на обед. То же самое меняется там, грубо говоря, там после часика, там 4, хочется там покушать. И вечерком. То есть, получается разнообразие нормальное. Далее скажу, вот она у нас сало. Скажу, за сало, которое человек съел, Серджио съел, 63 грамма. Сало, конечно, хочется, потому что этот продукт, как раз он, знаете, хорошо усмиряет ветер. То есть, сухость и холод в организме. Ну, отлично вытесняет, поэтому его и хочется больше съесть. Но тут следующее надо понимать, что жирные продукты у нас тормозят пищеварение. Они дают нагрузку и там на поджелудочную железу, и там на печеночку. Вот поэтому меньше, меньше, да, оно, жирочек должен быть, но меньше, чтобы у вас пищеварение не стало. В любом случае, слишком много жира приводит к тому, что всё это долго лежит в желудке, пока как-то там не начнёт обработываться, и дальше там пропихнётся в тонкую кишку, и начнётся дальше с ней работать. Не переедайте жирного. Жирное тормозит пищеварение. Лучше, немножечко, знаете, вот топлёного масла, топлёного масла, оно у нас, наоборот, как бы сказать, содержит пищеварительный вот этот вот огонёк, то есть, всё, что обработано термически, огнём, оно уже содержит вот эту вот энергетику и способствует лучшему перевариванию. Но опять-таки, везде должна быть мера, то есть, топлёного маслица с кашкой, и пошло, и всё это в тёплом виде, потому что здесь надо, здесь надо возрождать в целом организм, нормализовать пищеварение и так далее, и, естественно, порождение. Для этого должна быть мягкая клетчатка, почему я и советую, чтобы это было, значит, вот тыква даёт мягкую клетчатку, ну, картошка не так её там даст, но, тем не менее, картошка. Очень хорошо, вот сейчас уже сезон прошёл, кормы, корма мягенько такие вот, ну, пусть яблоки, яблоки не так, можно, значит, яблочный там салат с этим самым, капустно-яблочный салат, салат с морковкой, всё это перетереть, как-то, знаете, вот подогреть-то или там сделать в виде супа, ну, всё это можно сделать. И принимать для того, чтобы вот эта вся эта клетчатка потихонечку, проходя по желудочно-кишечному тракту, она его и очищала, и плюс, чтобы можно было схватить кишечнику, вот эту клетчатку, наладить перистальтику, чтобы в конце концов, когда клетчатка высыхает, она не образует каловых камней, которые, получается, если человек ест хлеб, грубо говоря, картофель и так далее, где её мало, вот это вот, и получается, что такие каменюки человек потом не может их выковырнуть из себя. Ну, читаем дальше, читаем дальше, вот оно пошло, 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 он тут всё взвешивает, сало меньше, меньше сала, и ещё разок я говорю, организм в этом состоянии, он сам возьмёт всё, что надо, но если ему дать больше, он просто-напросто становится. Сравнивайте свой организм с фабрикой. Эта фабрика может обработать определённое количество сырья в течение дня. Если сырья поступает больше, станки и рабочие, и прочее, они это не могут сделать. Это всё накапливается в помещениях, затаривает, и, грубо говоря, эта фабрика начинает не так работать, как хотелось. Так, а вот, вот как раз вот эти вот свечечки, о которых я говорил, вот они, да, молодец, тут он сделал сливочное масло, просто-напросто его заморозит в морозилочке, и потом порезать на такие вот кусочки, и дальше опять-таки в морозилку положили, и храните себе его, надо, и, грубо говоря, на ночь раз вставили, потому что идёт очень сильное высыхание. Вы посмотрите на Серджио, вот насколько он высох. И вот прежде, чем всё нормально заработает, он должен вот эту вот сухость организма из себя выгнать. А это время, а это нарезал свечки сливочного масла, свечку сразу вставил в анус, боль после опорожнения поутихла. Если вы не будете, то есть умело выходить из голода, то вы можете просто-напросто порвать свой анус, получится трещина прямой кишки, и у вас начнётся заражение, так называемый парапроктит. То есть заражение внутрь уходит, когда, грубо говоря, вот смотрите, лопнула слизистая, здесь образовалась ранка, сюда, значит, проникло бактериальное содержимое, началось загноение, и у вас внутри, внутри вот получается свеч и так далее, так далее, так далее. То есть вы проблем не оберётесь. Это хорошо, что если так вот, трещина раз, зажило, и всё нормально. А если свеч? Тут уже совсем другие вещи надо будет использовать. Не наживайте себе проблем. Ну это вот я ему говорю, не суетись, не суетись, не суетись. Если человек суетится, если он там постоянно о чём-то тут думает, что-то тут делает, что-то это, слишком большая подвижность при восстановлении. Это минус. Она усиливает циркуляторные процессы в организме, которые повышают сухость и холод. Одно дело походить для того, чтобы запустить работу кишечника. А другое дело, другое дело, вот так вот что-то там делать, делать, делать и делать, это не, 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 не хорошо. И так вот он пишет, значит, вес возле динозавра. 111 килограмм, вот с чего он начал голодать. А вообще-то был 126 килограмм. Вот человек вроде бы думает, о, хорошо, вес хороший, смотри, я богатырь. А богатырь-то оказывается, весь прогнивший организм, что в нём оказывается потом невозможно жить. Это уже, это уже выход. И вот как проявляется чувство жора, чтобы вы понимали, я прочитаю. В 7 часов тыква пареная, 200 граммов. Ну, с тыквой ещё, соглашусь, сало 63 грамма, это много. Значит, сперва сало было 42 грамма, но кушать хотелось очень сильно, поэтому добавил сало ещё 21 грамм. В целом без последствий. Вот вы покушали, ешьте медленно. И чувствуете, что вам всё-таки ещё хочется кушать. Но вы понимаете, что вы съели нормально. Раз вы понимаете, что вы съели нормально, просто-напросто, с силой воли, вставайте со стола и уходите. Чтоб следующие 3 часа вы на кухне вообще не показывались. И вот это как-то сбивает, нормализует. И, грубо говоря, 3 часа прошло, чувствуете, хочется кушать. Значит, идёте кушать. 3 часа прошло, а вам не хочется кушать. Значит, ждёте 4 часа. А, 4 часа, тогда начинайте кушать. То есть, вот это переедание на выходе из голода, это самая большая ошибка, которая может испортить всё предыдущее голодание. И появятся новые проблемы, которых у вас не было до голодания. И пишет. В целом без последствий. Очень наелся, но не переел. Хорошо, последний 21 грамм сала можно было и не добавлять. То есть, можно было не добавлять, если бы вовремя устал и ушёл. Далее яблоки свежие, хороший аппетит, даже свело с желудок. Ага, интересно. Свело с желудок. Так, что тут пошло? Амарантовое тесто какое-то, он всё есть. Сытно, полезно. Пареная тыква. Сало 91 грамм. Ну, много это, много. После такого дневного рациона, и учитывая, что я выбегался за день, кушать хотелось очень сильно. Как вы говорите, волчий аппетит. Ну, не надо вот бегать, не надо бегать. У вас идёт очень важный процесс восстановления. А вы уже думаете, да это ерунда, всё, голод закончился, я тут уже, уже надо, грубо говоря, заниматься своими делами. И начинает человек мотаться, не понимая, что это, это же скажется на его здоровье. А раз она скажется на его здоровье, то это и не позволит ему дальше бегать там, зарабатывать на кусок себе хлеба. Стало, значит, 91 грамм. Аппетит не унимался. Но я ещё остановил волевым усилием. Сильно дискомфорта нет. Живот сперва вздулся. О! Вот это как раз вот эти вот, как бы сказать, явления жора. Что происходит? Живот сперва вздулся, спустил газы и затих. Из-за того, что он раздулся, спустил газы. Я так понял, газовый пузырь вышел. То есть человек икнул, вышел этот газовый пузырь. Газовый пузырь у нас должен быть в желудке, за счёт которого идёт давление вниз. А когда мы переполняем желудок, получается, что это вот мы как-то икнули, вот этот газ, значит, вышел. Который должен, желудок раздулся, а он должен, вот это вот как раз, когда имеется полость в желудке свободная, вот это, ну, с воздуха. Вот этот как раз, он может вот такие вот движения там делать. А когда он раздулся, он уже, знаете, ну, он раздулся, он уже не может работать так, как Нина. Вот, сперва вздолся, спустил газы и затих. Верно описано, переедание раздувается, газы икнул, вышел, и он затих и стал. Здесь я не знаю, насколько неправильно поступил, объясняю. В противном случае чувства голода не проходят совсем. Я вам уже говорил, что именно мозг включается тогда, ум появляется, когда уже дальше складывать пищу некогда. Вот, желудок раздулся, все, дальше складывать нечего. Вы уже переели, ум включился, и вроде как чувство голода прошло. Так вот, здесь, грубо говоря, заполнив пол желудка своего, ни в коем случае не надо его растягивать, потом вы вообще с ним особо не справитесь. Вы уходите из кухни, вот просто-напросто, тупо уходите. Сейчас 21 час, самочувствие хорошее, тяжести нет, печенка и поджелудочные не болят. Что такое переедание приводит к тому, что начинает слишком большая нагрузка, тем более после голода, когда организм там, как бы сказать, не работал, отдохнул. И тут, знаете, наваливается аврал на печенку, на поджелудочную. И это может их сломать. Нельзя так. Хотел услышать ваше мнение, если можно, но вот я его выскакиваю. Наверное, я начал набирать вес. А знаете, вообще-то и не хочется. Иногда бывает так, что человек вот с таким весом, я сам знаю, когда там у меня было 117 килограмм, вроде ты чувствуешь и достаточно подвижный, и мощный, и такой, и сякой. Но для здоровья это, оказывается, бутафория не нужна. Просто вам вот нравится, тут он такой, бей мне, то, сё, пятое, десятое. Но именно для здоровья и для повседневной жизни это абуза. Вы не даёте такую нагрузку повседневной жизни, если вы там не спортсмен и не зарабатываете за счёт этих мышц, за счёт того, что... То есть они не нужны. И поэтому вот интуитивно приходит, да, вроде бы, вот так стоишь, а вот чувствуешь себя намного лучше, когда ты вот примерно как был в юности, стройным там, голова не была ничем забита, что надо так. Под конец дня устал, привёз жернова, будет заниматься, значит, молоть зёрна, делать там какую-то крупу. И ещё я говорю, тыква это одно, вот сегодня утром тыква, завтра это будет картошка, мяточка отварная, послезавтра это каша гречневая, послезавтра, допустим, рисовая каша, послепослезавтра это просто-напросто, вот тыква, ещё туда дальше, это типа супчик, знаете, вот эти вот, морковка, капуста, допустим, свёкла, даже немножечко тыквы. Всё это перетёрто, отварено, и такой, получается, супчик сварили, перетёрли, добавили масло. Ну и вот последнее письмо. Сейчас 21.49, а кушать немножко хочется уже. Вот тут можно кисломолочного чего-то выпить, стаканочку, стаканчик выпили, да и всё. Наверное, это хорошо, последний приём пищи был в 19.30, ничего не пью до самого утра. Ну вот если так уж захотелось, кисломолочного раз, там с чайной ложечкой мёда, стаканчик, форт, всё как-то, как-то нормальненько успокоился. Сейчас в душ масло оливковое, то есть после душа как раз смазывается тело оливковым маслом, чтобы вот эта сухость устранялась. Тут, видите, дошёл до Сергея этот посыл, что это помогает человеку не мёрзнуть, всё это хорошо получается. И далее, вата с дёгтем на пупок, вата с дёгтем на пупок, это как раз рекомендация для того, что если имеются паразиты, как правило, паразиты, аскориды и прочее, прочее, а тем более у него как раз имеется там твёрдость под пупком, чтобы вот этот вот дух этого самого дёгтя, он как раз всё это гнал оттуда, чтобы они там опять не гнездились, не плодились. Наконец-таки ему понравилось ложиться спать в 22.00 и вставать в 4.00, да, это природный ритм. Особенно сейчас будет лето, 4 часа уже светло, и вы как раз с новыми силами, с новой энергетикой наступающего дня, вы будете прекрасно себя чувствовать. Отлично. И дальше, немного дует живот. Немного дует живот, это говорит о том, что эффект жора, переедания у вас налицо. Всё. Меньше еды, меньше. Съели, бегите с кухни, бегите и ждите 3 часа. Хочется есть? Ешьте. Не хочется, значит, ещё подождите. То есть вот этот вот интервал надо выдерживать для того, чтобы у вас было нормальное пищеварение. Как только будет нормальное пищеварение, далее у вас всё будет нормально работать. Вот что я хотел сказать по поводу, значит, перевозбуждения ветра и стула, насколько это сказывается, будете потом выковыривать, чтобы этого у вас не было. Чтобы вы не переедали, не перегружали, опять-таки, свой собственный организм после голода. И всё это не похерили, извините за выражение. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурку смаху. Продолжение следует...